Здравствуйте! Вы смотрите Формулу здоровья. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии врач-гастроэнтеролог Наталья Ивановна Витвинская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Пригласили вас не случайно. Сегодня хотелось бы детально разобрать пищевые привычки наших детей. Все-таки чем стоит кормить детей, а от чего лучше отказаться. Действительно, это очень актуальная тема на сегодняшний момент. Очень много приходит на прием деток с различными жалобами. И все они, как правило, обусловлены тем, что дети либо забывают покушать, либо едят пищу, непригодную к употреблению на голодный желудок. О чем я хочу сказать? О том, что дети сейчас очень загружены. Они посещают много разных секций. И у них нет достаточно времени для того, чтобы принять полноценный прием пищи. И они употребляют в пищу сухие продукты. Это могут быть печенье, это могут быть сухари, это могут быть чипсы. Булочки. Булочки. Запивая холодными напитками, чаще всего сладкими и газированными. После чего у них обостряются различные заболевания, которые могли быть ранее. Или просто начинается боли в животе. А вот что происходит в желудке, когда, собственно, на голодный, натощак, да, ребенок съедает, ну, допустим, булочку и запивает это все холодным чаем. Ну, это в лучшем случае. Когда булочка попадает в желудок, то пищевой комок, который формируется еще в ротовой полости, да, должен быть обработан желудочным соком, должна вырабатываться желчь. Но при запивании булки холодным напитком может произойти спазм, например, желчного пузыря, да, и не будет выброшено в 12-перстную кишку достаточное количество желчи. И пищевой комок, продвигаясь из желудка в кишечник, не будет достаточно обработан всеми веществами, которые необходимы для того, чтобы пища переварилась. Это вызовет травму стенок. Вначале травмы будут незначительные, но если это будет повторяться снова и снова, то это приведет к тому, что разовьется воспаление. Ну, очень часто сейчас можно слышать, у меня гастрит среди детей. То есть, если раньше как-то это заболевание достаточно редко появлялось, и, в общем-то, у взрослых людей, то сейчас какое-то омоложение происходит. Так ли это? Я не могу точно утверждать, что это действительно так. Но раньше не делали так часто гастроскопию деткам. Но, к сожалению, в последнее время я сталкиваюсь с тем, что гастритов стало много у детей-подростков, стало много у детей-послеперенесенных вирусных заболеваний. Связано это с разными причинами. Например, если дети принимают во время заболевания бесконтрольно, неспецифические противовоспалительные средства, то они влияют на стенку желудка и вызывают эрозивное поражение желудка. Это может довести даже до язвы желудка. Что касается детей-подростков, которые забывают вовремя принять пищу, они долгое время находятся без еды. В желудке вырабатывается достаточное количество желудочного сока. И когда в желудок, наконец, более чем через 7 или 8 часов попадает пища, да, она обрабатывается, но часть сока остается. Она может тоже травмировать стенки желудка. Вы, наверное, хотите узнать, как же этого избежать? Да, конечно. Хотелось бы, безусловно, понять, как привить ребенку правильную культуру питания, чтобы, когда он переходит в подростковый возраст и, безусловно, уже больше проводит самостоятельно и сам организовывает свое пространство, потому что родители на работе, он приходит за школу, ему нужно еще пойти на, допустим, спортивные занятия и так далее, и так далее. И как же правильно вклинить туда приемы пищи, чтобы это было и сбалансировано, и, безусловно, не вредило, в первую очередь, организму ребенка? Но все начинается с детства. Все начинается с первого прикорма. Как ни странно это звучит, но пищевые привычки и правильное пищевое поведение прививают родители. Здесь немаловажную роль играет правильное последовательное ведение разнообразного питания. Часто бывает так, что ребенок отказывается, например, от какого-то овоща или фрукта в детстве. Это может быть в младенчестве, это может быть с года до трех лет. И родители просто перестают давать этот фрукт или овощ. Таким образом, они ограничивают рацион ребенка. Но бывает такое, что детки отказываются в принципе от овощей. Бывают детки, которые не едят фруктов. Но родители, видя, что ребенок не проявляет никакой интерес, опускают руки и просто ему не дают эти продукты. Но это неправильно в корне. Может быть, стоит менять форму, а не содержание? Конечно, нужно пользоваться разными приемами. Тут может быть и игровая форма преподнесения продукта, для того, чтобы ребенок познакомился с новым вкусом. И обязательно у ребенка в доступе всегда должны стоять овощи и фрукты, нарезанные удобным размером, соответственно, возрасту, про который мы говорим. А считается, если, например, эти фрукты, вот как раз то, что я сказала, будут подаваться совершенно в другой форме? То есть не в целом виде, например, в виде фруктового салата, в виде, возможно, какого-то пирога или запеканки с наличием фруктов или сухофруктов. Конечно, конечно. Вот это будет как бы заменой? Конечно, это же клетчатка. Нам необходимо, чтобы у ребенка было питание рациональное, разнообразное, да, и полноценное. И если ребенок в сыром виде не употребляет клетчатку, нужно пробовать давать ему ее в разных других формах. Безусловно, вы абсолютно правы. Если, опять же, говорить о том, что очень часто можно слышать от родителей такую фразу, «Мой ребенок, кроме макарон, не ест больше ничего». Да, эта фраза одна из моих любимейших, потому что ко мне часто приходят такие родители. И ко мне, как врачу-гастроэнтерологу, с определенными проблемами. Потому что если ребенок ест одни макароны, то ему будет трудно опорожнять свой кишечник. И когда начинаешь далее разговаривать с родителями в данной ситуации, ты понимаешь, что проблема не в ребенке. Проблема в том, что родители в какой-то период времени просто опустили руки и перестали предлагать другие продукты. Потому что очень удобно, если ребенок ест макароны с сыром, дать. Ну, в общем-то, 10 минут, блюдо готово, сыр потер, да, и, в общем-то, все. И ребенок доволен. Но я всегда трачу очень много времени на то, чтобы объяснить родителям о пользе разнообразного питания. И, как правило, если каждая мама может составить меню, что ест ее ребенок, а что не ест. И я всегда это мамам предлагаю на приеме. И, как правило, оказывается, что ребенок, который ест одни макароны, по словам мамы, помимо макарон, любит разные продукты. Просто макароны он ест охотнее, быстрее и удобнее для мамы. Да, мы сейчас живем в такое время, когда все идет, подсчет идет на минуты. Родители много работают. Жесткий тайминг. Жесткий тайминг. Дети посещают много занятий. В таких случаях я бы хотела дать совет. Записать все продукты, которые употребляет ребенок за день. Посмотреть, что еще он любит, кроме макарон. И пробовать вводить по одному новому продукту, если ребенку уже более трех или пяти лет, и у него ограниченный рацион каждый день. Например, ребенок ест морковку, но ее добавляют только в суп. Чистить морковку и давать в сыром виде. Для того, чтобы у него была клетчатка. Бывает такое, что да, он любит огурцы, но огурцы ему дают только на обед. Но если ребенок при этом не ест ни яблоки, ни груши, никаких фруктов, содержащих клетчатку, но очень любит огурцы, пусть он ест огурцы и на обед, и на ужин, и, возможно, в перекус. Таким образом, мы обогащаем его питание клетчаткой, но не расширяем рацион. Но, помимо этого, тогда к этому огурцу мы прибавляем морковку, дальше можно попробовать сельдерей, можно попробовать репу, можно попробовать, перемешав эти овощи, туда добавить чищенное яблоко, чтобы он не сразу понял, что это за продукт и что он новый. Можно замаскировать. Все можно замаскировать. Главное, дети, они же очень изобретательные, и им очень многое можно помочь сделать в игровой форме. Но можно, мне кажется, в том числе ведь и привлечь детей к приготовлению того или иного блюда. И вот это тоже 100%, мне кажется, успеха, когда ребенок не только сам участвовал в процессе, приготовил, а потом еще сел, с удовольствием сам покушал и покормил всю семью. Как правило, этот прием я часто использую, когда мне говорят, мой ребенок никогда не ест кашу. Такое часто бывает. И на это я отвечаю, какую кашу не ест ребенок. Как правило, дети не любят вязкие каши, геркулесовые, но любят при этом жидкие каши, такие как манная. Какие-то дети не любят рассыпчатые, такие как гречневые или рисовые, но наоборот любят геркулес. Для этого я всегда предлагаю, любую кашу можно украсить. И я предлагаю это делать вместе с детьми. А уж если добавить вязкую кашу, кусочек горького шоколада и замороженной вишни, то и сказать, что там скрыт клад, любой ребенок съест эту кашу с великим удовольствием и будет просить каждое утро приготовить ему кашу и спрятать новый клад. Кстати, насколько полезно утро начинать с каши? И вообще завтрак отвозить именно для каши, в таком привычном ритме. Обед – это обязательно суп, это овощи, второе блюдо. Ну, конечно, завтрак начинать с каши и в обед кушать суп – это установки нашей страны. Мы знаем, что во многих культурах не едят кашу на завтрак. И вообще нет супа. Но я, являясь русским человеком, привыкла к такому правильному питанию, на мой взгляд. И как врач могу сказать. И это имеет место быть? То есть это действительно полезно? На мой взгляд, да. Ничего страшного, если ребенок, конечно, не ест кашу с утра. Есть такие детки. Но почему это полезно? Потому что эта еда легко усваивается, она теплая, что немаловажно, и она долго расщепляется. Клечатка, долгие углеводы. Да, долгие углеводы. Получается, поев кашу, в общем-то, до обеда можно быть спокойным. Ну, как правило, до обеда ребенок не может быть спокойным, потому что его обмен веществ, он быстрее, чем у взрослого человека. Они тратят больше энергии. В 12 часов, как правило, ребенку нужно сделать перекус. Тогда он будет спокойным. Это уже называется второй завтрак. Да, второй завтрак. По поводу супа. Тоже его преимущество в том, что он жидкий, он теплый, и это быстрое употребление всех необходимых веществ на обед. То есть ты получаешь и мясную составляющую, и гарнир, и жидкость. Все в одном блюде. Это удобно. И тогда не надо переживать за ребенка, сыт он или нет. Одной тарелки супа, как правило, хватает для того, чтобы он почувствовал насыщение. Если говорить о сочетании продуктов, очень часто можно слышать такое мнение, что мясо лучше сочетать с овощами и так далее. Вот так ли это, и насколько это действительно более полезно для организма? Это действительно так. Мясо лучше сочетать с овощами, с томатами, с брокколи, с кабачком, с морковью. Рыбу лучше сочетать. Самое лучшее сочетание рыбы, как ни удивительно, это картофель. Это необходимо соблюдать. Лучше, конечно, придерживаться этих правил. Опять-таки возвращаемся к семье. Если мама правильно с детства будет подавать ребенку на обед мясо с овощным гарниром, то ребенок привыкнет так кушать, и в принципе у него во взрослой жизни уже не будет никаких проблем. И он не будет перенасыщаться. Но детям нужны углеводы, поэтому на гарнир каши это правильно в детском возрасте. Исключать их нельзя. То есть у детей должен быть гарнир, состоящий из овощной составляющей и из каши, или это могут быть макароны. Поэтому детей ограничивать строго, так как взрослые ограничивают себя, когда пытаются придерживаться правильного питания, нельзя. Вообще для детей правильное питание – это вкусная еда, горячая еда, свежая еда, свежая, разнообразная обязательно, и эстетически красиво выглядящая. Но все-таки существует ведь ряд продуктов, от приема которых детям стоит отказаться. А в первую очередь, конечно же, родителям как-то научить детей не смотреть в сторону ряда продуктов. Для того, чтобы научить детей не смотреть, нужно, чтобы дома этого не было, чтобы ребенок понимал, что это не запрещенный продукт. Я придерживаюсь того, что детям нельзя категорически запрещать есть какие-то вещи. Какие это продукты? Ну, это, например, я всегда своим пациентам на приеме, подросткам, говорю, что призываю их к тому, чтобы они понимали свой организм, понимали, как происходит пищеварение, объясняю, как они могут навредить, употребив тот или иной продукт. И я считаю, что на голодный желудок нельзя принимать яркие пищевые продукты, такие с яркими вкусовыми добавками, да, такие как чипсы, сухарики, фастфуд. Если же... Конфеты. Конфеты. На голодный желудок хорошая шоколадная конфета, она может насытить ребенка на какой-то период. Но мы говорим про хороший шоколад, и даже ему не навредит. Мы не говорим о том, что ребенок пошел, тайком съел сразу полпачки шоколадных конфет, которые там с наполнителем каким-то, и не совсем шоколадные, да? А после этого у него заболел живот. Я боюсь, что хороший шоколад вряд ли будет так охотно употреблен ребенком, потому что, как правило, он горький. Ну, хорошие шоколадные конфеты сейчас разные есть на самом деле, но если с детства ребенку добавлять в рацион горький шоколад, они прекрасно едят горький шоколад. И, возможно, даже те шоколадные конфеты, которые на прилавках все скупают, им и не понравятся, если правильно будет сформирован вкус с детства. То же самое касательно чипсов и фастфуда. Очень многие дети не обращают на это внимания, потому что в их семьях не принято это употреблять. Сейчас очень много чипсов здоровых, таких, которые сделаны из сушеных овощей, из сушеных фруктов, да? Там используется метод, когда просто выводится лишняя влага, и мы получаем полноценный сушеный продукт со всеми микроэлементами. Он может быть подсолен, он может быть с небольшим количеством специй. Можно и варьировать. Да, и он не будет таким вредным, как те чипсы, которые общеприняты, которые стоят недорого, и которые дети вожделенно бегут и покупают, думая, что они сейчас их поедят и наедятся. Поэтому тут самое главное, родители должны проводить работу по просветительскую. Они должны, первое, показывать своим примером, а второе, объяснять ребенку, как устроен его организм, почему эти чипсы можно есть, или почему их нельзя употреблять в пищу. Нерегулярные посещения ресторанов фастфуда, они тоже не запрещены. Их можно посещать, но дети должны знать, что они не должны быть голодными. То есть они должны выйти из дома после обеда полноценного. Должно пройти где-то полтора-два часа, не более. Они уже будут испытывать легкий голод. И при встрече с друзьями в точках питания фастфуда возьмут с удовольствием, съедят что-то, что там продается. Это не навредит их желудку так сильно, потому что у них уже будет закончено первичное переваривание нормального домашнего питания. Они будут не очень голодными, поэтому не смогут съесть огромных порций. И это все легко и быстро усвоится. В общем, самое главное, не быть голодным, не употреблять, ну, скажем так, не запрещенные, а все-таки нежелательные продукты натощак. Делать пищу разнообразной, интересной, самое главное, горячей. Ну, не горячей, а теплой. Теплой, да? Ну, то есть понимание, то есть это не холодная из холодильника, а также, да, все-таки теплая, но полезнее для организма. Насыщать рацион питания ребенка белками, жирами, углеводами, клетчаткой в обязательном порядке, и тогда будет меньше поводов. Для обращения к гастроэнтерологу, конечно. Ну, я думаю, без работы вы не останетесь. Безусловно. Но ту просветительскую деятельность, которую вы проводите, когда на приемку вам приходят пациенты, их родители, наверное, она даже в масштабах больше. Конечно, конечно. Что бы вы пожелали сегодня Тальванову всем маленьким пациентам и их родителям? Ну, я бы им пожелала хорошего настроения. Каждый день употреблять в пищу только красивые, вкусные, полезные продукты и не болеть. Спасибо, Наталья, за интересную беседу. Спасибо вам. Вы смотрели «Формулу здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова